Сегодняшняя тема Одно из региональных отделений раздравнодзора вместе с компанией «Астрозенека» производитель лекарства выявили некорректно оформленные документы, сопровождающие отгрузку лекарственного препарата указанных серий. Подозрительными показались документы на три серии препарата – JK131, JX845, JP258. В связи с тем, что препарат ERESA 30 таблеток, 250 мг, на упаковках которого указан производитель, «Астрозенека» U-Climited, вызывает сомнения в подлинности, Росздравнодзор приостанавливает его реализацию на территории России. «Астрозенека» выразила готовность провести экспертизу качества образцов лекарственного препарата указанных серий, сопровождаемых некорректно оформленными документами, с последующим предоставлением результатов анализа в Росздравнодзор. Сейчас Росздравнодзор проводит проверку документов, по окончании которой примет решение о дальнейшей судьбе указанных серий лекарственного препарата. ERESA – дорогое лекарство для лечения местно распространенного или немелкоклеточного метастатического рака легкого. В петербургских аптеках его стоимость варьируется от 60 до 90 тысяч рублей. Поэтому если вам и раньше приходилось покупать это лекарство, внимательно осмотрите упаковку и лучше всего, сравните с купленной ранее. При возникновении малейших подозрений, обратитесь в управление Росздравнодзора или отдайте препарат на проверку. Если вам только предстоит покупать лекарства впервые, обратите внимание на ошибки в написании, на качество печати упаковки, обычно именно так и выдают себя нечестные производители лекарств. Где в Петербурге провести бесплатную экспертизу лекарств, узнаете здесь. Напомним, год назад в Ростовской области были арестованы мошенники, подделывающие в подпольном цехе очень дорогие лекарства от рака и поставляющие их в крупные онкологические клиники России, в том числе и в Москву. Преступники не гнушались подделывать даже лекарства, предназначенные для детей, страдающих раком. В июне этого года в аптеках Москвы и Подмосковья обнаружили поддельные препараты для терапии СПИДа и рака. На фальсифицированных лекарствах преступники заработали больше 500 миллионов рублей.